Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Я вас тут, как всегда, безумно рада видеть. Начинаю снимать новый шоппинг-влог. И давно уже не была в Клябе, поэтому, думаю, самое время пойти посмотреть, может, там обновился ассортимент. Я уже в примерочной набрала себе тут вещи. Буду сейчас это все примерять. И хотела бы с вами поговорить про топы. Я их показывать на себе не буду. Не хочу. Вот. Они спортивные, но все равно не хочется как-то мне так оголяться. И я взяла один такой на тонких бретельках. Размер XL. Это вот самый был большой. И сейчас я вам достану еще один, покажу. Они без косточек. Хочу его примерить сейчас и расскажу вам потом, понравились они мне или нет. Какой-нибудь из них хочу взять. Мне кажется, что я вот этот возьму. Такие тонкие бретельки. Он, ну, без всяких дополнительных швов. Мне это нравится. Все. Я померила оба топа. Вот этот вот топ мне не подошел. Мне не понравился он. Я просто хочу взять топ себе на каждый день для занятий спортом. Он стоит еще 300 рублей. Размер XL. И можете посмотреть артикул, если вдруг вам именно такой нужен. Этот, который был на тонких бретельках, он сейчас на мне. И он мне понравился гораздо больше, потому что он более какой-то комфортный. Этот именно больше спортивный. Почему я решила себе посмотреть белье, именно топик такой подобный, на каждый день. Потому что я посмотрела интервью с мамологом. И он говорил о том, что вот эти косточки, когда они на грудь давят, сжимают, это все не очень хорошо. И гораздо лучше, когда мы покупаем себе топ какой-нибудь мягкий. И ходим с этим топом. Да, возможно, не такая там супер пуша, пус эффект. Или как-то не так он классно там держит грудь. Но это лучше для нашего здоровья на каждый день. Тем более, если я вот хожу просто в подобных футболках на работе, да, допустим, то почему бы и нет. Он не супер тонкий. Там есть вот эта поролоновая, как чашка, типа, но без косточки. Вот, поэтому я думаю, что я его возьму. И он стоил всего 900 рублей. Взяла себе такую обычную черную тоже кофточку на работу ходить. Думаю, что тоже ее возьму. Потому что она тонкая, просто как футболка, только рука в три четверти. Размер вот этой кофты это 4XL. Но я, мне кажется, даже бы еще побольше взяла. Потому что в руках она, ну, просто нормально сидит. Хотя по плечам она мне даже, наверное, немножко великовата. Ну, просто очень люблю объемные такие свободные вещи. Особенно, опять же, на работе. И сейчас примерю еще черные классические брюки. Угадайте, для чего? Для работы. У нас сначала шоппинг-влог, и все полностью посвящено моей рабочей одежде. Я хожу вот в этих вот. Тоже они из Киаби. Я показывала в шоппинг-влогах эти джинсы, которые на мне сейчас... Они мне очень нравятся. Мне нравится, что тут очень высокая талия. И в целом они очень комфортные. Но на сменку хочу я тебе именно классические брюки. Посмотрю сейчас, как сяду. Тут давайте примерю. Мне кажется, что я просто впервые в Киаби нашла нормальные классические брюки. Потому что до этого у меня были попытки на эти нормальные брюки классические. Но они заканчивались неудачно всегда. Потому что на мне эти брюки как-то ужасно сядили. А эти мне, в принципе, нравятся. Во-первых, посмотрите, какая тут высокая талия. Это просто супер классно. Во-вторых, эти брюки, они очень хорошо тянутся. За счет этого они очень удобные будут. Так как я все-таки смотрю на работу, у меня она активит. Мне нужно, чтобы было все максимально удобно. Я тут у них уже поприседала. И тоже комфортно максимально. Все ощущается. Вот они немножечко укороченные. Ну, тоже, в принципе, нормально это выглядит. Смотрится. Карманы тут только спереди. Они не очень большие, не очень глубокие. В целом нормальные. Не знаю, мне кажется, что очень даже неплохие. Они стоят 1700. Хотела сейчас переодеться. Уже разулась. Вот. Но просто стою и думаю, вот у меня будут вообще кроссовки черные. Ну, в принципе, сейчас-то нормально носить, да, классические штаны с кроссовками. Вот. Но единственное, я думаю, что нормально, или что они так как-то собираются мне на коленки. Или не очень. Это нормально. И не слишком ли они все-таки короткие, я теперь думаю. Не знаю. Потому что когда в ботинках, то нормально вообще. Но если я буду в кроссовках, а кроссовки, соответственно, очень короткие. Вот. Мне кажется, что, может быть, они коротковаты мне. Не знаю. Напишите, что вы думаете. Или наоборот, так и должны выглядеть брюки классические. Посмотрите, прям вообще, да, они короткие. Подумаю, я еще пока буду примерять другие вещи, другие брюки. Вот. И не буду обуваться. То я тут стою. Даже тут никакого коврика нет. Ничего. Я стою голыми ногами. Ну, не голыми, а в колготках. Брюки эти были 56-го размера. И стоят они 1700 рублей. Я брала такие же, только 52-го. Но они мне были маловаты. И в зале торговом я почему-то увидела вообще только два размера этих брюк. Либо 56-й, либо вот 52-й. Все. Ну, хорошо, что я взяла 56-й. Потому что они как раз хорошо на меня сели. Следующая вещь, которую я хочу с вами обсудить, это брюки. Снова классические. Горчичного цвета. Они, как вы видите, уже длинные. Тут есть ремень. Но он, если честно, абсолютно бесполезный. Я тут его немножко подвернула. Он вообще не держит брюки. Мне нравится цвет этих брюк. Такой горчичный. Мне кажется, что сели мне тоже на меня неплохо. И вот теперь думаю, сравнивая с черными брюками, все-таки укорачивает ли короткое что-нибудь на ногу или нет? Мне кажется, что, наверное, да. Тут тоже высокая талия. Мне это очень просто нравится. Сзади карманов никаких нет. Спереди есть точно такие же, тоже неглубокие. Но, в принципе, есть и хорошо. Эти брюки я взяла 54-го размера. Тут написано, что цвет бежевый. Но, опять же, не знаю, насколько это бежевый. Нет, это не бежевый. Это все обман. Стоят они 1900 рублей. Мне кажется, я нашла прикольный жакет. Он довольно акцентный, потому что у него, во-первых, очень интересная такая расцветка. Сейчас я вам поближе покажу. Смотрите. По-моему, это называется гусиная лапка, да? Такая расцветка. Вот. Ну, могу ошибаться. А это не точно. Ну, по-моему, так. Плюс тут акцентные пуговицы. Черные с золотом и на рукавах такие же. Он довольно-таки длинный. Но у меня он в бедрах немного не сошелся. Сейчас я вам скажу, какой это размер. Это 54-й. Надо было брать 56-й. Кстати, можете посмотреть, сколько он стоит сразу. 3000. И артикул его. Мне кажется, что он довольно стильно смотрится. И вот даже так, как я сейчас одета, эти джинсы... Кстати, у меня сейчас полный лук из Киаби. Потому что джинсы эти тоже из Киаби. Кофточка, которую я вам показывала уже только что. И жакет. Мне кажется, смотрится прикольно. Я, кстати, люблю именно такой длины жакеты. Потому что мне кажется, что они очень хорошо скрывают бедра. Тут еще прикольно, что сами пуговицы матовые, видите? И глянцевое покрытие только золотистого цвета. Посмотрите, какую я нашла прикольную рубашку. Я так понимаю, это как эко-кожа. И она в классном. Мне нравится этот цвет. В коричневом цвете. Но, естественно, я не хочу ее так носить. Ну, то есть, если бы я ее покупала, я бы ее не так носила. А просто в качестве верхнего именно слоя. Мне кажется, она будет классно смотреться в расстегнутом виде. Мне кажется, что так она гораздо лучше выглядит. Это может быть такая стильная вещь в вашем гардеробе. Потому что, не знаю, я когда ее нашла, я подумала, что это какой-то не стиль Киаби, знаете? Такое ощущение, как будто она на ВИЧ-НДМ. Мне кажется, там такой более молодежный стиль. А тут в плюсы из линейки такая прикольная есть вещь. Такая рубашка. Она идет на таких пуговках-заклепках. Внутри у этой рубашки тоже очень приятный материал к телу. Взяла 54-й размер. Думала, что он мне будет немного маловато. Но тут за счет того, что есть разрезы на бедрах, хорошо эта рубашка села. Потому что вот жакет, он тоже 54-го размера. И почему у меня фокус такой странный? Вот жакет 54-го размера. И когда я его примеряла, мне оказалось, что он маловато. Хотел взять побольше размер. Но тут нет. Тут вот прям в самый раз идеальный размер мне этот подошел. Размер рубашки был 54-й, как я, по-моему, уже говорила. Стоит она 2200 рублей. Артикул поближе вам сниму. Смотрите, какой воротничок. Тут так все аккуратненько. Такие строчки ровненькие везде. Потому что часто бывает, что тут... Ну... А, вот. Хотела сказать, что нитки не торчат. Вот торчащую нитку нашла. Но все равно. Все равно она прикольная. Даже несмотря на эту нитку. А еще мне интересно, как подобного рода вещи нужно отпаривать. Или как их вкладить с внутренней стороны. Осталось нам всего пара вещей. Это блузка зеленая. Обычная, классическая, мне кажется, блузка. Тут из интересных элементов. Вот здесь вот на плечах такие есть какие-то сборочки. И по воротнику тоже оборки есть. Также на рукавах тоже они есть. Давайте сейчас ее заправлю, конечно же, как всегда. Так эта блузка выглядит, когда она в заправленном виде. Мне так нравится, как всегда, гораздо больше. Очень я люблю зеленый цвет. Но тут он такой очень темно-зеленый. Но все равно красивый. Размер 54. И стоит эта блузка 1700 рублей. Чуть не забыла вам показать артикул вот этой кофточки, в которой я была просто пол-видео. Стоит она 700 рублей. И размер это 3XL. И заодно скажу вам артикул вот этого топа. Тут удобная резиночка. Я сделала выводы уже про него, потому что я тоже в нем стояла просто пол-видео. Тут, во-первых, видите, вот этот поролончик. Его можно, если что, достать, если вам он не нужен. Можно, наоборот, сюда, опять же, положить. Очень суперудобный. Нигде не давит, не жмет. Хотя это размер XL. Было бы классно, если бы был XXL. Но на размер побольше. Ну, и этот тоже, в принципе, нормально. Не знаю, мне он понравился. Он стоит тоже 900 рублей. И можете посмотреть артикул. И, скорее всего, последняя вещь на сегодня из Киаби. Это вот такой вот черный кардиган. Он безумно уютный. Мне нравится, что он длинный. Очень теплый. И единственное, что я не понимаю, зачем тут нужны карманы. То есть, посмотрите, как они неудобно расположены. Очень низко. И плюс, эта вещь очень сильно тянется. И когда в таких вещах есть карманы, то это будет выглядеть очень странно. Что бы я сюда не положила. Даже если что-то легкое. Ну, только, может, какую-нибудь бумажку. Чтобы не деформировался он. Потому что просто, если будет телефон, допустим, лежать, то вот так карман вниз поедет. Что будет не очень красиво, конечно, выглядеть. Да и не очень удобно. Нет в нем никаких пуговок, ничего. Чтобы его застегнуть, просто так можно носить. Мне, кстати, еще не очень нравится, как он в заднем бедре выглядит у меня. Как будто он их немножко расширяет, на мой взгляд. Не знаю, как вам напишите этот кардиган. Я вам сейчас покажу артикул. И, скорее всего, еще дойду сегодня до H&D. Размер это был 4XL. Стоит он 1700 рублей. Пришла я уже в H&D. Нашла такое платье белое и длинное. Я не буду его примерять. Потому что похожий фасон я уже примеряла. Не очень мне пошел. Только если я вот здесь вот ремень надевала в середине. Тогда был нормальный. Ну, на талии. Вот. Тоже вот как вариант платье на Новый год. Стоит такое платье 3,299. И размер. Тут размерный ряд есть до XL размера. Ну, как всегда, стандартно. Такое лежу платье. Похоже на блузки, которые все мне нравятся, а вам нет. И оно такое беленькое прям. Потому что блузка была сероватого оттенка. Стоит 3,990. И размерный ряд тоже, наверное, до XL идет. Размерный ряд до XL. Стоит я подустала, пока примеряла вещи в Тиаби. Поэтому не будет уже обзора на вещи из H&M. Потому что, опять же, я устала. Следующий шоперн-блог с новыми силами приду и сниму обзор своего любимого H&M. Что там появилось. Нет новенького, возможно. На этом я буду с вами уже прощаться. Спасибо вам огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Мне будет безумно приятно. Всем пока и до встречи в новых моих видео.